Девушки в платьях Кроме того, на балу выступали образцовые танцевальные коллективы Рогачевского и Жлобинского районов. Колыбельные играют важную роль в воспитании детей и укреплении семьи. Однако репертуар большинства современных родителей обычно ограничивается примерным перепелом таких известных телехитов, как «Спят усталые игрушки» и «Спи моя радостью с ней». А когда-то давно мамы и бабушки ночи напролет тихо напевали мелодии, чтобы успокоить дитя. Возродить эту душевную традицию хотят библиотеки имени Герцена, где проходит фестиваль «Рождественские колыбельные». Совместный проект библиотеки и Свято-Никольского мужского монастыря в восьмой раз собрал гомельчан в рождественские дни. Гости услышали классические современные колыбельные в исполнении профессионалов и любителей. В их числе церковные хоры, барды, педагоги учащиеся музыкальных школ, студенты и просто талантливые музыкальные семьи города. ПЕСНЯ Кроме того, в Герценке открылась выставка графики и росписи по ткани «Воспоминания о лете». Совместный проект представили мастера Дарья Чубрик и Александра Звягина. В экспозиции представлено около 30 работ. Акварельные натюрморты и пейзажи и цветочный батик напоминают о самом солнечном и теплом времени года. Интересно, что совершенно разные авторы решили объединиться для проведения этой выставки. В картины галереи Гавриила Ващенко открылось сразу две необычные экспозиции. С удивительным миром пауков можно познакомиться в выставочном зале на проспекте Ленина, 43. Впервые там разместилось такое количество разных видов – около 30 особей, среди которых, например, гигантский птицеед Голиаф. Членистоногие находится в стеклянных террариумах, где есть растения, песок и кора деревьев. Посетители могут рассмотреть этих обитателей планеты, а некоторых даже могут взять на руки для фото. А в здании на улице Карповича представили новый проект Валентины Ляхович – белорусской авангардистки из Витебска. Выставку «Аберации света» она готовила специально для картины галереи Гавриила Ващенко. Художница вводит в свои работы свет различного спектра – от обычных ламп до ультрафиолета. Игра цвета и формы, сочетание абстрактного и фигуративного дарят зрителю целую гамму чувств. При этом работы воспринимаются по-разному в зависимости от освещения. С культурной жизнью региона вас знакомили Анна Корольчук и Валерий Гопанько. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».